Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Сегодня новости довольно специфические. Тетли стал официальным поставщиком чая в британские тюрьмы. Тут так и подмывает сказать что-то типа «Тетли официальный бренд британских тюрем», но это будет не совсем точно, потому что чай в тюрьмы поставляется обезличенным. Впрочем, в этой пенитенциарной новости все равно есть несколько любопытных деталей. Во-первых, чай Тетли был выбран по результатам дегустаций, в которых принимали участие и заключенные. Во-вторых, новость сопровождается статистикой. Оказывается, что среднестатистический британский заключенный в день потребляет что-то около 4-х чайных пакетиков, то есть 10-12 грамм сухой заварки с учетом веса английских пакетиков. И это довольно много, кстати. Получается, что среднее потребление чая на душу заключенного в Великобритании составляет что-то около 4 километров. Это выше, чем в среднем по стране. Но оно и понятно. При расчете среднедушевого национального потребления учитываются все люди, включая тех, кто практически не способен пить чай. А еще интересно, делают ли английские заключенные чефирь. Это, понятное дело, абстрактный интерес, проверять не хочется. И, наконец, в третье, в 2018 году один из заключенных использовал 600 чайных пакетиков для того, чтобы нарисовать на стене своей камеры семейный портрет принца Гарри и Меган Маркл. Иногда чайные новости бывают очень странными. И совсем криминальными. В том же 2018 году, расследуя изнасилование и убийство девочки-подростка, канадские полицейские смогли определить, что ДНК преступника содержит маркеры, характерные для курдов. Чтобы найти преступника, полицейские во время одного из праздников, отмечаемого местной курдской общиной, инсценировали маркетинговое исследование чая выдуманного бренда, в рамках которого организовали чайную дегустацию якобы для того, чтобы протестировать вкус чая. Во время дегустации переодетые маркетологами полицейские собирали личные данные респондентов и сохраняли одноразовые стаканчики, из которых те пили чай. Изучив 150 собранных стаканчиков, полицейские нашли преступника, арестовали его и передали дело в суд, который до сих пор разбирается с тем, нет ли в действиях полицейских дискриминации по этническому признаку и насколько вообще правомерным был безусловно изящный полицейский креатив. Ну и чтобы не возникало впечатления, что чайные новости бывают только про тюрьмы и преступления, пара слов про розовые цветочки. На Тайване, в Наньтоу, в окрестностях Ючи, что на берегу озера Луна и Солнца, обнаружили чайные кусты с розовыми цветами. Обычный чайный куст, напомню, цветет белыми цветами, но и розовые цветки на чайных кустах не являются чем-то невероятным. Саженцы чайных растений, которые вырастут и будут цвести розовыми цветами, даже в некоторых питомниках продаются, как декоративные растения. Розовые чайные цветки время от времени попадают в фокус внимания ученых, которые, конечно, давно уже выяснили, что причиной необычной окраски цветков является повышенное содержание в них, хорошо знакомых нам антоцианов. Но на чайных плантациях в естественной среде розовоцветные кусты являются редкостью, так что неудивительно, что в окрестностях Ючи на такой куст обратили внимание. Ситуация усугубляется тем, что те края считаются родиной рубинового тайваньского чая, так что теперь у жителей Ючи есть возможность заявлять, что самый-пресамый настоящий рубиновый чай делается только из листьев, собранных с чайных кустов с розовыми цветами. Собственно, они об этом уже и заявляют, иначе информация об этих розовых цветках и их красивые фотографии никогда мне на глаза и не попались бы. И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!